В этом видео я покажу как приготовить нереально вкусные котлеты с ржаными сухариками, которыми можно накормить всю семью в течение нескольких даже дней, смотря какая у вас семья. Всем приятного просмотра и приятного аппетита! Что нам нужно? Нам нужно мясо, в данном случае у меня свинина. Тут около одного килограмма, там кило сто где-то. Лук, можно два маленьких лучинки или одну среднюю, два яичка и тарелка с ржаными сухариками. Все это дело мы перекручиваем, начинаем с лука. Мясорубка у меня еще с советских времен, очень надежная, безотказная. Никуда не спешим, все делаем хорошо, тщательно. Далее, когда мы мясо накрутили, что мы покрутили получается, лук и мясо мы перекрутили, остаются у нас сухарики. Забыл сказать, перед тем как крутить мясо, мы сухарики заливаем водичкой, чтобы они немножко размягчились. Вот, они должны быть мягкие. Все это дело мы тоже перекручиваем. Добавляем в наше мясо, добавляем соль, ну соль можно по вкусу, кто как любит, соленые, не соленые котлеты. Молотый перец черный, тоже по вкусу. И добавляем два яичка. Все это дело тщательно перемешиваем. Фарш должен получиться такой вот консистенции. Главное, чтобы все хорошо перемешалось, чтобы не было там комочков соли, или наоборот, в одной котлете там будет пол ложки перца. Так что стараемся. Когда фарш готовый, нужно дать ему немножко постоять. Буквально хотя бы минут 10-15. Так, смотрите, вот у меня... Если у кого-то есть сухари панировочные, то как бы дело облегчается. У меня панировочных сухарей не было, идти за ними я пока не хотел. Поэтому у меня были вот такие вот сухари. И я их просто перекрутил на мясорубке. И получились те же самые панировочные сухари. Только с ржаного хлеба. А давайте я объясню, где я беру такие сухарики. Во многих магазинах, в которых есть пекарни свои, продают вчерашний хлеб. Ну, то есть остается вчерашний хлеб. И они из этого хлеба делают сухарики. И потом эти сухарики просто продают. Стоит это очень недорого. Когда у нас все готово, сухарики панировочные готовые, фарш наш постоял, мы делаем вот такие вот заготовочки. Скатываем шарики, обмакиваем их в сухарики и разминаем немножко, как лепешечку. Для чего мы делаем заранее заготовочки? Для того, чтобы намерно у нас прожаривались котлеты. Чтобы мы их одновременно положили на сковородку и они жарились. А не так, что мы одну лепим, одна уже горит, другую мы ложим. Все делаем, все стараемся делать правильно. Добавляем на сковородку растительное масло. Делаем средний огонь. Когда масло немножко прогрелось, выкладываем наши заготовочки. Рецепт очень простой, но котлеты получаются просто божественно вкусные. Кто хоть раз попробует их сделать, но потом уже будет как бы часто их делать. Пока котлеты готовятся, наша первая партия готовится, мы делаем следующие заготовочки. Периодически нужно вот так вот вилкой поддевать котлету и смотреть, ну, подрумянилась она снизу, поджарилась или не поджарилась, чтобы, как сказать, не завтыкать и чтобы они не пригорели. Вот, налепили мы еще заготовочек. Котлеты у нас подрумянились вот на такой вот корочке и аккуратно их переворачиваем. Одной рукой это делать неудобно, а в другой держать камеру. Это я уже в каком-то видео говорил, а когда у вас две руки свободные, то все это делается очень легко и просто. Там берется просто две вилки в руки, в каждую руку по вилке и все аккуратненько переворачивается. Все, когда все перевернули, со второй стороны жарим примерно столько же времени. Вот такие котлетки у нас получились. Очень вкусные, очень ароматные, мягенькие, сочные, вкусные. Всем приятного аппетита! Смотрите наши другие видео с другими рецептами, очень вкусными, очень полезными. Всем спасибо за внимание! Всем до свидания! Субтитры сделал DimaTorzok